К новостям медицины. В Алтайской краевой клинической детской больнице открыли первый в регионе кабинет помповой инсулинотерапии. Теперь дети, страдающие сахарным диабетом, смогут получать инсулин в непрерывном режиме. Это стало возможным благодаря марафону «Поддержим ребенка». Все подробности у Евгении Князевой. В Алтайском крае живут около 500 детей и подростков с диабетом первого типа. Это неизлечимое заболевание, которое требует постоянное введение инсулина. Теперь юным жителям края станет гораздо проще получить свою временную высококлассную помощь. В регионе открылся первый кабинет инсулинотерапии. Здесь у нас имеется система профессионального мониторирования сахарокрови. И, соответственно, это тоже помогает для коррекции схемы инсулинотерапии на помпе. Открытие первого в регионе кабинета инсулинотерапии – это только начало радостных вестей. В Алтайском крае 23 ребенка с сахарным диабетом первого типа получили сертификаты на установку инсулиновых помп. Это стало возможным благодаря марафону «Поддержим ребенка». Мы ориентируемся, что делают наши богатые регионы соседние. В Кемерово помп количество 154, в Новосибирске 303, действующих в Томске 94, в Красноярске 157. А в Алтайском крае за это время, вот за эти два года, было установлено 95 помп. На реализацию идеи установки инсулиновых помп потратят около 2 миллионов рублей. На средства благотворительного марафона «Поддержим ребенка» в этом году уже закуплены расходные материалы – иглы, шприцы и катетеры. Врачи уверены, теперь помощь детям станет более эффективной и своевременной. Евгения Князева, Вадим Быстревский. Новости. Евгения Князева, Вадим Быстревский.